Вот он кад, друзья. Вот тот спрашивал про экологию. Обратите внимание на снег. Смотрите, какое волшебство. Раз, и снег белый. Вот куда управляющая компания, друзья, прячет снег. Мы его нашли. Отопление. Для маломобильных групп населения люди делают ремонт. Это обычная труба. Смотрите, здесь даже есть велосипедная дорожка. Вот это все квартиры с террасами. Какие-то люди здесь неразговорчивые. Смотрите, здесь убрали тротуар. А вот смотрите, как люди хитро обходят. То есть подходят к торговому комплексу и идут вот здесь. Чтобы не идти там, где шел, соответственно, я. Приятно смотреть на работающих людей. Нет, друзья, это не камень. Совсем недавно сдали новый комплекс. Причем очень сильно испугались, что я здесь снимаю. Музык принят. Ждите ответа. Для чего? Для ютуб-канала моего. Андрей Артемов. Да ладно! Друзья, всем добрый день. Меня зовут Андрей Артемов. Я эксперт по недвижимости. На данный момент я нахожусь в Буграх. Это да-да-да. Там, где мы раньше собирали картошку. Здесь были колхозные поля. А теперь здесь строится огромный комплекс, который называется Энфил. И сегодня пойдет рассказ именно про него. Ну, первое, конечно, на что обращаешь внимание, это плюс то, что остекление идет от застройщика. Холодное остекление, да, как я вижу. И минус, я считаю, это небольшое остекление. То есть сами оконные блоки, они довольно-таки небольшие. То есть есть, да, вот я понимаю, это, скорее всего, зал большие, окна трехстворчатые. Но вот сами стандартные окна, они, вот видите, вот такие узенькие. Может быть, кстати, это даже есть кухня. Детская площадка. Ну, детская площадка, друзья, достаточно крутая. Не обращаем внимания на то, что она не убрана, потому что снега в этом году очень-очень много. И, соответственно, ну, как обычно, управляющая компания не справляется. Двор. Расстояние здесь, наверное, метров около 60. Есть и площадка для совсем маленьких детей. Вот такие небольшие горки. Спортивная площадка, все новенькое, качели, турники. Ну, вот это, по мне, вообще фигня положенность. Поэтому ставят. Вот это очень классная штука. Вот это кольцо, там внутри сетка, и на нем катаются дети. Ну, вот это даже мне захотелось подняться и прокатиться вниз, если бы не было так сыра. Вот тот спрашивал про экологию, обратите внимание на снег. Видите, какой он темный? А вот под ним он белый. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Здесь у нас есть подземный паркинг. Вот он вход. Вход, соответственно, по ключам. И вот там мы видим вентиляционную шахту этого подземного паркинга. Сейчас времени 12 часов 7 минут. И здесь днем все заставлено. То есть вы представляете, что творится вечером. Здесь все просто в машину в несколько рядов, потому что парковаться, в принципе, негде. Большой, конечно, плюс то, что и школа, и детский сад, все находится в комплексе. Рядом есть лента. Вот, видите, уборку делают. Вот сейчас мы сюда и зайдем. Встал спиной к стене, вытянул руку и практически впереди двери. Выходим. Вот у нас такая небольшая площадка. Для удобства переключу камеру, чтобы было вам все нагляднее видно. Ну, мне, конечно, бросаются в глаза вот такие моменты. То есть металл, кривая стена, штукатурка, караед. Вот на юге это очень любят. Переходной балкон. Мы сюда выйдем чуть позже. От строителей мы видим провела, уровень. Ну, конечно, вид так себе. Нет нумерации квартир, есть только этаж. И вот часть логотипа комплекса Энфилд, ну, по мне, вот это, честно говоря, херь какая-то. Могли бы сделать что-то поинтереснее. Ну, отмечу, что есть здесь указатель, на каком этаже находится лифт. Вот это большой плюс. То есть ты вызываешь лифт, причем, кстати, кнопочка одна всего. Кнопка одна. И ты видишь, где он. Здесь прозрачно, соответственно, сразу видно, кто приходит. Проход у нас здесь свободный. Ну, а здесь у нас настоящая катакомба. А наверху грилята. Грилята у нас почти в потолок. Сейчас мы померяем расстояние двери от застройщика. Широченное полотно здесь, ощущением, более 90 сантиметров. И на вид, на первый взгляд, что дверь вполне хорошая. Ну, мы видим тоже пожарные щиты. Здесь отсутствуют рукава гидрантов. Но они здесь должны быть друзья. Ну, сказать, что комфорт-класс, язык у меня не особо поворачивается. Я бы это отнес бы к обычному экономному жилью. Система отопления. Вот они, счетчики на тепло. Керамический кирпич. Слышно, как водичка бежит. Слушайте, ну, мусора практически нет. Все неплохо, если бы еще провода немножечко привели в порядок. Как-то это более культурно сделать. Хотя, в принципе, все в порядке. То есть, ровно, везде. Вот здесь я вижу тепло-шумоизоляцию, передающие устройства. То есть, показания здесь должны передаваться автоматически. Вот все. Вся подводка идет к этой системе. Но шкаф, по идее, должен быть закрыт. Даже есть вот такой, видите, распределительный узел. Даже есть некая схема распечатана, видно, с какого-то плана увеличенная. И вот эти отверстия, я так полагаю, сделаны для вентиляции, потому что там достаточно тепло. Звонки от застройщика. Счетчики. Большой плюс, что здесь двухтарифные счетчики. Это здорово. Будем экономить электроэнергию. Ну что, давайте, так как дальше идти некуда, у меня есть вот такой помощник. Это электронная рулетка. Сейчас направим лазер так, чтобы он светил именно в потолок. Значит, высота от плитки до потолка 2,72. В квартирах, соответственно, я понимаю, что будет аналогичное расстояние. Соответственно, давайте смотреть. Вот у нас при входе, получается, две квартиры. Вот здесь, конечно, по мне не очень удобно, так как ты открываешь дверь, здесь кто-то может идти, и вы будете постоянно встречаться. Дверь открывается вот так, и все, кто входит, будут видеть, что у тебя есть в квартире. По мне, это, конечно, не супер. Но квартир немного. Вот у нас третья квартира. Четыре, пять, шесть. То есть для новостроек шесть квартир на этаже – это очень высокий показатель. Здесь достаточно тепло. Видно, видите, вот техника. Что-то распаковывали, мебель ставили. То есть люди заезжают, делают ремонт. Выходим, друзья, на переходной балкон. Балкон, видите, открытого типа. Держится крепко. А вот он, кстати, и весь двор. Видите, все заставлено машинами. 12 часов 15 минут. То есть приезжая сюда вечером, здесь просто встать негде. Сегодня, конечно, очень влажно. Вот она, кстати, школа. Смотрится комплекс достаточно красиво. То есть вот эти более последние сданные корпуса, по мне, смотрятся достаточно оригинально. И каскадный, видите, каскадный дом пониже, повыше, повыше. Таким каскадом идет. Здесь, конечно, достаточно здорово. Сам, конечно, проект интересный. Вот, кстати, окна. Вы можете сказать, что это обычные стандартные окна. Нет, друзья, они достаточно неширокие. Так как в Санкт-Петербурге не так много света, поэтому его должно быть много. Большие широкие окна, по мне, чтобы было больше света. Вот эта вентиляция, и она здесь механический, это огромный плюс. То есть всегда должен быть в квартирах приток свежего воздуха. Вот видите, и здесь есть эксплуатируемая кровля. Вот это просто, по мне, здорово, потому что обычно кровля просто простаивает. Ну, а наверху, вот здесь, к примеру, мы видим большое количество труб. Смотрится так, знаете, как будто какие-то черви прямо из дома вылезли из крыши, и вот там немножко зависли. Лестничный марш. Ну, как видите, он обычный марш. То есть это уже готовые конструкции из бетона. Их сюда привезли и приварили на монолитные перекрытия. Здесь огромный плюс в том, что большое количество стеклений. За счет этого со светом проблем нет. Здесь уже прохладнее чувствуется, причем так нормально прохладнее. Мы с вами спустимся на пару этажей вниз, и уже на лифте поедем, пойдем на выход, и я пойду в отдел продаж, постараюсь поговорить. Вот, видите, курильщики себе ступеньку положили, кусок гипсокартона, для того, чтобы попа не мерзла. Да, друзья, значит, это обычная труба, там, холодного или горячего до снабжения. То есть что сделал застройщик? Просверлил стяжку с бетоном, вбил туда кусок арматуры и сверху надел трубу. Видите, здесь какой-то пластик забили, чтобы не так видно было. Вот там видно кусок металла. Но зато, ну-ка, давайте посмотрим. Да, работа. Но зато работает. Взял такой, значит, недорогим способом и все это сделал. Мокрый фасад. Вот это очень классно. Там находится утеплитель. В таких домах всегда очень тепло. Зимой и прохладно летом. Здесь у нас закрыто. Понимаю, что здесь такие кладовые помещения и даже есть вентиляция. Ну что, вызываем лифт. Тем более пассажирский лифт у нас, видите, на 12 этаже, а мы с вами на 10. Здорово. Ну, смотрим, будет нам показывать табло или нет. Вот слышу, лифт едет, но, к сожалению, он почему-то не показывает, что лифт едет. Вот это, конечно, не очень здорово. Но зато хотя бы пока... А, и нам еще и приехал грузовой лифт. Отлично. Грузопассажирский, вернее. Едем на первый этаж. А я вам сейчас продемонстрирую лифт. На 1000 килограмм 13 персон. Друзья, вытянул руку. Второй рукой держу камеры. И практически это весь, весь. То есть здесь 3-4 человека максимум. Вот на широкоформатную камеру это будет лучше видно. То есть лифт совсем небольшой. Но едет нормально, тихо. Немножко слышно, что его там потряхивает. В отличие от пассажирского, здесь нет скрежета. Есть вентиляция. Так, и давайте мы проверим, друзья, работает ли помощь. Если вдруг вы застрянете, есть вот такой звоночек. А вот можно позвонить. Проверяем. Ждем. Снимаю все одним кадром. Вот пока тишина. Куда пошла интересная переадресация, непонятно. Или абонент может не в сети. Но по мне это достаточно долгое ожидание. Если я застрял в лифте и хочу позвонить, мне непонятно, почему до сих пор не ответили. Уже прошла минута. И система не говорит о том, что подождите. Там вы в ожидании, там 10-й в очереди. То есть такого нет. Ладно, попробуем нажать на колокольчик. Так, что-то похоже пошло не так. Так, жмем отмена. Нажал. Дубль два. О, сейчас уже что-то заработало. Да, не хотел бы я застрять в этом лифте, друзья. Так, что-то щелкает и ничего не слышно. Друзья, прошло где-то минуты три. Понимаю, что смысла никакого ждать нет. Не дай бог вы застрянете в этом лифте. Я понимаю, что помощи не будет. Но в этом не виноват застройщик. Это косяк компании, которая занимается обслуживанием лифта. При этом, я вот честно здесь не понимаю. В лифте, смотрите. В лифте вот есть камера. Вот здесь должна быть надпись, должен быть номер, куда звонить. Но здесь этой информации нет. Такой же информации я не видел в пассажирском лифте. Давайте попробуем найти здесь. Так, дом обслужит УК Энфил. То есть это, я понимаю, филированная управляющая компания застройщиком. О, смотрите, что тут есть. Кстати, пока снимаю лифт открыт, и звонка до сих пор нам никто не ответил. И тишина, смотрите. Отопление было до 30.06.1915 за гигакалорию. Сейчас 2022 рубля. То есть так, прилично подняли. Электроэнергия 3.43.1.85. Так, видите, тоже все поднимается. Водоотведение 48 рублей. Холодная вода 45.85. Водоснабжение 45.85. И подогрев 2.0.22. Ну, так же, соответственно, как и отопление. Так, охрана, работа бухгалтерии, график уборки. Вот мы видели, да, что убирают. Адреса телефонно-контролируемых, диспетчерская служба. Видите, находится Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры. Вот меня спрашивают, прописка городская. Ну, ребята, если это Ленинградская область, естественно, это прописка в Лену области. Бугры не входят в Санкт-Петербург пока что. О, слышали пикнуло. Да. Друзья, заряжайте телефоны перед тем, как, соответственно, ехать в этом лифте. Ну что, мы здесь с вами все посмотрели. Идемте на выход. Есть, конечно, плюсы, есть, соответственно, уже видны минусы. И видно то, что не хватает оборудования, которое здесь, соответственно, должно быть. Сам двор, уборка, ну, не скажу, что на отличную оценку я такую не поставлю. Потому что большие кучи снега, тропинки не почищены. Понятно, зачем чистить. Это, возможно, сейчас все растает. Но будем надеяться на лучшее. Кстати, очень здорово, что здесь не асфальт, а здесь плитка. Вот здесь, смотрите, перед входом есть щитилка для обуви. Это, кстати, очень здорово. Ну, большие, конечно, поля. Понятно, что все застроят. И вот если нам посмотреть на фасад, то вот здесь отделка идет вот таким обычным недорогим камнем. То есть, грубо говоря, блок взяли, отбили кусок. Вот он такой неровный и красивый. А дальше у нас идет мокрый фасад. Вот там кольцевая дорога проходит, и вот здесь я отчетливо слышу шум. То есть, с закрытыми окнами я понимаю, что этого шума мы, друзья, не услышим. Но когда вы откроете окна, это будет. Здесь видны достаточно высокие деревья. Но я считаю, что здесь очень мало. И мне бы лично хотелось, чтобы здесь было больше еловых насаждений. Елочек, чтобы садились. Сосеньки, это красиво. Сама территория достаточно выглядит красиво. То есть, видно, что здесь озаботились тем, чтобы сделать такой красивый ландшафт. Есть урны, где возможно посидеть. Вот здесь видите небольшой подъем. И для маломобильных групп населения вот такой небольшой совсем пандус. Вот видите, вот тоже родители с детьми идут. Здорово, что из одного двора можно пройти и проехать соседний дом. То есть, таких арок практически уже никто не делает. А здесь это есть. И я считаю, что это, друзья, плюс. Горы тающего снега. И, конечно, переходить дорогу, не вымычив ноги, нельзя. Класс энергоэффективности здания Б+, достаточно высокий класс. И адрес улица Английская, дом 6. Ну вот смотрите, друзья, как убирает управляющая компания. Ну, здесь он... Тротуар просто нечищенный. Я иду, проваливаюсь по снегу. Да уж, убрано на 5 баллов. Но зато рядом торговый центр, который называется Китайский квартал. И чего здесь, друзья, только нет. Ну вот смотрите, иду в офис к застройщику. Вот, и также люди ходят к ленте. И здесь, обратите внимание, что тротуаров, вот, должен быть здесь тротуаром, точно там есть. Но он под снегом. То есть, это никто не убирает. Если проезжую часть еще убрали, то с тротуарами плохо. Ну, спасибо ленте, хотя бы они здесь чистят. И можно на своих ногах пройти. И, кстати, то, что здесь есть лента, друзья, это двойной плюс. Первый плюс. Можно приобрести недорогие продукты в большом количестве, либо зайдя пешком, либо на машине. Благо, что вот тут 300 метров, и уже твой дом. И второй огромный плюс. Это огромная территория бесплатной круглосуточной парковки. Так что можно не покупать подземный паркинг и оставлять машину здесь, а домой идти пешком. Вот он, как, друзья. Очень отчетливо слышен шум. Слышно это и в комплексе, естественно. Но, как я уже говорил, при закрытых окнах с двойным стеклопакетом вы это не услышите. Но, сами понимаете, что вся копоть. Ну, и, в принципе, вообще какая здесь может быть экология, да? Буквально 300-400 метров идет кольцевая дорога. Огромный поток автомобилей. Понятно, что здесь утром, вечером тяжелый заезд и выезд в этот жилой комплекс. Но, зато здесь достаточно недорогие квартиры. И, возможно, приобрести квартиру в ипотеку с ремонтом под ключ от застройщика. Так, вот он, я вижу, друзья, вход. Давайте зайдем и попробуем поговорить с отделом продаж. Открыто. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Артемов, я ютуб-блогер. А кто мне может рассказать про ваш жилой комплекс? На камеру, да? На камеру, конечно. Как будут подписчики это смотреть? Приятного аппетита. А вы выключите, наверное, камеру. Сначала давайте мы с вами обсудим. Так она пока не включена. Тогда обустите ее. В общем, друзья, в офисе застройщика два менеджера, третий еще человек сидит. Но все отказались на камеру что-то говорить. Причем очень сильно испугались то, что я здесь снимаю. И когда вот такое происходит, я, например, лично чувствую какой-то подвох. И мы с вами сейчас пойдем разберемся и поговорим с жильцами, что они скажут о своем доме, где они приобрели квартиру. А вам хорошего дня и продаж. Вот так, видите, как застремались? Покажите, что вы не записываете. А я не хочу на камеру. Это мои права. Что вы у нас хотите спросить? Ну, естественно, я подготовился. И у меня есть достаточно каверзные вопросы. Но, к сожалению, застройщик на них не ответит. Стреманулись ребята. И вот, блин, знаете, сразу такое чувство, что какой-то косяк здесь есть. Что когда тебе скрывать нечего, я считаю, когда ты строишь хорошо, у тебя там все в порядке, сдаешь ты вовремя свои дома. Ну, по мне, чего страшного-то? Ничего страшного нет в этом. Чего пугаться-то? Я так прихожу во многие отделы продаж. Вначале они там куча вопросов, потом нормально все рассказывают про свой комплекс. Задаю вопросы, а здесь, видите, как все. Ого, как скользко-то, кошмар. Здесь лучше идти по асфальту, друзья. Только посмотрите, какая крутая детская площадка. Помните, вигвам, как из мультика про простоквашину. Вот они. И труба такая высокая. Блин, вообще, конечно, круто. Вот здесь лазилки. Да, с площадками, конечно, они тут поработали хорошо. Наверху видно, какой ветерок. Ух ты, они еще и соединены. Здесь такая сетка. Слушайте, очень круто. А настолько ли крутые эти дома? Давайте-ка попробуем выяснить у жильцов. Смотрите, здесь убрали тротуар. Здесь видна территория другой управляющей компании. Странно, но комплекс-то один. Что-то, подхожу ко всем поговорить. Какие-то люди здесь неразговорчивые. Чуть не отвечают, уходят. Мы не здесь живем, хотя отсюда выходят. Что-то здесь не то. Вот это гора, вот это класс. Друзья, смотрите, еще дома не сданы, но вот нигде не видно на фасаде потеков. Говорит о том, что здесь хорошая гидроизоляция. Руслан, привет. Ты житель этого жилого комплекса Инфилд. Сколько ты здесь уже по времени живешь? Примерно год. Учишься, работаешь? Учусь. Где учишься? Во второй бугровской школе. Сколько здесь до нее идти пешком? Минут пять. Это вообще шикарно. И садик здесь тоже сейчас строится, вообще будет здорово. Как дома? Тепло, холодно? Тепло достаточно. Соседи слышно? Сверху, снизу, слину? Ну, когда как. То есть, если, допустим, там стульями скребут, тогда достаточно слышно. А так, как сказать. В принципе, нормально. Да. Вполне хорошо. Дорогу как слышно или нет? Закрытыми. Дорогу не слышно. Как убирают? Хорошо. То есть все нормально не моют вообще никаких? Какие-то есть минусы у комплекса, на твой взгляд? Или все, в принципе, нормально? Ну, только с парковочными местами сейчас, и то, я думаю, эта проблема уже решается. Ну, есть подземная парковка, ну, там понятно, что платная. Есть плюс еще лента, где можно бесплатно припарковаться, но только придется домой пешком. Так я понимаю, что во дворе просто все забито, да, машинами вечером? Во внутренний двор невозможно. А вы где паркуетесь? Ну, обычно за домом, там, порой место удается выхватить. Пару кругов, и где-то припаркуешься. Как здесь по криминальной обстановке? Ничего такого? Тихо, спокойно. То есть все нормально, так дружно живут? Да, вполне хорошо. Какие плюсы у комплекса? Ну, кроме того, что дома тепло и тихо, и школа с садочком рядом. Ну, вот, школа, потом что гипермаркет недалеко. Это всегда круто. Это очень хороший плюс. Ну, и, как сказать, инфраструктура, наверное, что магазин недалеко. Допустим, если не нужно, прям, тотально так закупаться, вот, в магнит можно сходить там. Какой-нибудь. За хлебом, за молоком. А если в центр нужно ехать, вот сколько времени занимает эта дорога? Ну, примерно час, чтобы доехать именно до метро, и потом уже от метро до... До метро, до девятки, на сколько ехать? Ехать минут 30. Минут 30 ехать на маршрутке? Да, или 15. Вот так вот, где-то там. А ну, в зависимости от времени, это у меня в час пик 30 минут, когда там без пробок, соответственно, минут за 15. Ну, и, соответственно, на метро, там, наверное, сколько, 35-40, и уже в центре. Да. Круто. Огромное спасибо. Пожалуйста. Влад, привет. Ты сказал, что как можно оплачивать в маршрутках только? Только по наличке. Только наличка или перевод. Да, по 35 рублей, да. И перевод только водителям либо на баланс телефона, либо на карту. Чтобы снять наличку, куда нужно идти? В ленту идти, там единственный автомат, достаточно далеко и проблематично ходить. Сколько до ленты сейчас идти отсюда? Минут 10, наверное? Ну, где-то так, да. А почему проблематично? То, что дороги плохо убирают? Ну, вот сейчас такая слякоть, что она типа как-то проще... В белых кроссовках-то, да. Ну, да. Еще если с дома выходишь, остановка тут сразу, и все равно приходится в ленту еще идти. Тоже тоже получается в Энфилде живешь? Да, я приехал сюда в ноябре. Откуда? С Владивостока. О, круто. И как по сравнению Питер с Владиком? Ну, про влажность понятно, все тоже самое. Намного лучше. Да тут даже климат все равно потепляет. То есть, откикли мы даже хоть и здесь сыр, и все равно лучше. Да, ну там зимой минус 40, это минус 20. Ну, кстати, это зима такая, снежная, то что обычно в ленту вообще нефига нет. Ну, вот мне тоже, я когда приехал сюда, держаешь, хоть что-то тепло. А какие еще особенности вот между городами? Там менталитет может какой-то в школе плохо принимать, там, не знаю, не хотят общаться. Ну, тут намного люди поверживали. Культурная столица. Да, да, да. И более открыты к общению. Ну, плюс там город, это правильно построено, там в Владивостоке дома понапиханы везде. То, что он там на сопках расположен, типа, неудобно. Ну, за этого, понятно, такие особенности. То есть, где больше все-таки нравится, там, не тянет во Владивосток? Здесь, конечно, тут даже центральная Россия, тут как-то больше возможностей все равно. Сейчас многие стараются сюда, тоже приехали в Москву, в Питер. А после школы куда думаешь поступать? В улетные. В улетные? Да. И сколько добираться отсюда туда? Или там будешь постоянно просто жить? Ну, я, скорее всего, квартиру буду снимать, либо в общаге. Ну, то, что ездить, это проблематично. Ну, да. Часа два, ты это минимум. То есть, занятия там в 8 начинается, в 3 утра вставать надо. До центра сколько вот ты едешь обычно маршрутки? Ну, если час, на час 40. Ну, пока на маршрутке до метро, и там, на метро еще 40 минут. В школе, кстати, в классе сколько человек? Достаточно малый человек 16-17. У нас английская школа, и чтобы попасть сюда, экзамены надо сдавать, вступительный по английскому языку, не всех берут все равно. В принципе, я понимаю, что если он здесь приобрел квартиру, у тебя есть дети, то в школу попасть очень проблемно. Нет, не очень проблематично. Я до сих пор не разобрался, у меня мама тоже в школе в это работает. Некоторые сдают экзамены по английскому, а некоторые нет. Да, ну, понятно, да, что если ты не сдал, ну, значит, до свидания. Потому что, я понимаю, школа с углубленным изучением английского языка. Ну, у нас еще класс, да, профильный по английскому, и вот, чтобы к нам в класс попасть. Так как у нас только один десятый класс, то нам надо экзамены сдавать, а в другие классы, я не знаю. Как кормят, кстати, сейчас в школах? Ну, если сравнивать с тем же сладел с локом в школе, в которой я раньше учился, то намного лучше тут и первый, и второй, и компот, чай, кофе. А по стоимости? Вот сколько обед выходит там? Первое, второе, там салатика, компот? Ну, 100 рублей можно, в принципе, нормально на весь день наезд. То есть, нормальная еда, не хочется этому не есть? Ну, и выбрать достаточно первого, второго тоже большой. Готовят, получается, в школе или привозное тоже? В школе. В школе все готовят, вот это круто. А бассейн есть в школе или только спортивный зал? Нет, ну, у нас три тренажерные и два спортивных зала больших. То есть, это для школьников бесплатно? Да. Ну, и еще тренировки, баскетбол, качалку, может, баскетбол, волейбол, футбол, тоже бесплатно, да, все. Это после занятий школы, да? Да. Ну, вот мы на баскетбол ходим в субботу, понедельник и в четверг в 7 часов вечера. Как шумоизоляция в квартире твоей? Ну, боковые соседи не слышно, только сверху через вентиляцию бывает моментами слышно, особенно на кухне. А вентиляция нормально работает? Да. Какой моментами... Она же механическая, там, получается, все время у вас приток свежего воздуха идет. Да, ну, вот, скорее всего, из-за этого и слышно соседи сверху через вентиляцию, особенно на кухне. В других комнатах не очень слышно, а на кухне прям... А с водой там бывают проблемы, там, выключают, электричество вырубают, и горячая нормально. Да, ни разу, кстати, такого не было, что не воду. То есть, горячий открываешь, сразу нормально течет, а не холодно, там, полчаса надо пропускать. Он понимает то же самое, как, наверное, у товарища, там, с парковкой, да, проблематично, когда там приезжают родители. Ну, это понятно во многих новостройках такое, потому что здесь, конечно, вот даже днем видят просто, блин, вообще все забито. Ну, еще бывает, паркуются на тротуаре моментами, особенно, там, в том дворе. Это не нравится, да, когда паркуются на тротуаре? Да, неудобно, неудобно ходить. А так, в принципе, доволен здесь. Да, ну, а у меня даже прописка, если пора, идет стоска, я не буду менять. Для поступления даже лучше будет, если у меня... А, то есть, как иногородний, да? Может быть, там, кстати, общаку дадут. Да, да, да. Это вообще будет... Я временно тут сделаю. Ну, все правильно, да, я никому не говорю про это. Особенно в эти тути. Все, большое спасибо. Не за что. Хорошего дня. Друзья, еще один подъезд. Знакомый нам тамбур. Это очень правильное решение. При входе с правой стороны у нас почтовые ящики. Стекла, правда, их такое ощущение, да, наверное, мыли, отмывали от чего-то. И вид, конечно, так себе. Есть ящик для спама. И за закрытой доверью, вот такое зеркало, лифт. Здесь уже все открыто. Также, смотрите, грузопассажирский. Есть у нас камера видеонаблюдения. Давайте попробуем проверить. Для подтверждения нажмите кнопку вызов. Давай. Вызов принят. Ждите ответа. Проходите, здравствуйте. Проверяем кнопку. Что-то не работает. Не работает. Не, не, нет. Я про вызов. Вот если застрял, нужно позвонить. А вот он не звонит. То есть вызов принят и тишина. Вот здесь, хотя бы в отличие от соседей, есть телефон аварийной службы. Если у тебя ловит и в лифте, то можно, соответственно, позвонить. Здравствуйте. Как слышно меня? Слышно, хорошо. Проверка связи. Спасибо большое. Все в порядке. Хорошего дня. Смотрите, заработала. Для чего? Для ютуб-канала моего. Андреа Тима. Да ладно? Вы что? Я не могу. Не волнуйтесь. Видите, я же вас не показываю. Друзья, вы будете слышать голос Юлии. Она попросила ее не показывать. Она здесь. Можно уже показывать. Можно уже показывать. Отлично. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Сколько здесь уже живете? Мы живем здесь год. И вы арендуете? Мы живем внизу. Там родители, а я здесь аренду и под офис. А, под все, понял. Так, давайте тогда про квартиру, где живут родители. Хорошо. Вы ее приобретали в ипотеку или... Нет, за наличными. Сразу за наличку приобретали. Отлично. А почему именно здесь выбрали? Это цена была вопроса или местоположение комплекса? Местоположение. У нас здесь родственники живут недалеко. А, то есть как раз из-за этого решили поближе с ним. Да, и как раз новый комплекс построился. И плюс тут школа, английская школа. То есть ребенку очень комфортно. То есть попали в английскую школу? Да. Много там детей в классе учатся? Двадцать восемь. Двадцать восемь, слушайте, ну это очень немного. Да. У нас есть школа где-то по шестьдесят. Бывает, да. И больше по две смены. Это, конечно, капец. Нет, здесь одна смена, но по двадцать восемь человек. То есть у вас сколько, получается, ребенок уже дома после школы? Часа в три? В три, да, где-то. В три уже дома. И здесь же до школы идти-то, я не знаю, пару минут, в принципе. Да, пару минут. И детский сад вот-вот скоро уже достроится, это огромный плюс. Что с коммунальными платежами? Дорого, недорого? В принципе... Вот сколько у вас комнат? Внизу, там, где мы живем, там трехкомнатная квартира. И сколько за трешку платите? Платежи примерно от семи до десяти. От семи до десяти. Это вот сейчас, в сезон отопления. То есть без отопления это где-то будет, наверное, четыре... Нет, нет. Меньше? Семь это будет без отопления. А, семь это без отопления. А десять это с отопления. Десять уже с отопления. Ну, слушайте, прилично. Да. Как вообще качество жилья оценивать? Приобрели квартиру? Все ли устраивают? Шикарно, да. Абсолютно все. Там окна не продувают. Кстати, квартиру с ремонтом брали или без? То есть мы сразу заехали туда. И единственное, что, конечно, окна, ну, все еще, видимо, в процессе. Потому что поддуваются балконы. Балкон в каждой комнате есть. Балконы там холодное стекление, правильно? Да. Неутепленные. И поэтому бывают иногда какие проблемы с тем, что кола на зимой. А окна настраивали сами, чтобы не продували? Настраивали. То есть мы попросили ЖК Энфилд, чтобы они нам настроили. И они все это сделали. Бесплатно. Но не помогло, я так понимаю, все равно периодически. Не особо, да. Особенно сейчас, когда были холода, там почти по 30. Почти по 30, то есть было прохладно. Мне кажется, все прочувствовали. Это чувствовалось. Отопление вообще нормальное? Тепло? Тепло в доме? Отопление шикарное. А горячая вода, холодная, там с электричеством проблемы бывают? Там лифт не работает? Нет, нет, такого нет. Там мусорные баки переполнены, по дорогам не пройти, не проехать. По дорогам бывает, что не всегда посыпают песком, но ничего страшного. Ну, Павел, лучше вообще, чтобы не посыпали, потому что от него только, мне кажется, больше грязи, а что с нему пойдешь, ты без него, если скользко будет, не поможет. Абсолютно верно. А что вот здесь, на этом поле будет? Дома? Я не знаю про это поле. Я знаю, что вот следующее поле за домом, с той стороны, там будет, скорее всего, тоже эсфилдевские дома. Даже получается комплекс 17 домов, если не ошибаюсь. И высотность у них от 6 до 12. То есть это вполне комфортно, у нас есть... Ну, это большой плюс, да, что у них по 25. Да. То есть людей меньше. Есть крыши, куда можно выйти летом. Экспортируемые. То есть можно посидеть. Там проход свободный, либо по кнопочке? По кнопочке. По кнопочке. То есть только жильцы могут. Только жильцы могут, да. То есть не общедоступные. Вот вы когда приобретали квартиру, парковку приобретали или может вам ее подарили подземную? Парковку нет, мы не приобретали. И те... Если вы обратите внимание, когда заходите на этаж, обычно, ну, по крайней мере, в нашем подъезде это именно так, с левой стороны есть кладовка. И ее тоже можно приобретать. Вы когда приобретали трекомнатную квартиру год назад, сколько она стоила? 7,5. 7,5 миллионов. А сейчас сколько стоит, знаете? Сейчас нет. Не проверялись? Ну, я понимаю, продавать не собираетесь, все устраивает. Да, все хорошо, все замечательно. А как ремонт самодозастройщика? Вот год уже прошел эксплуатации. Есть ли какие-то там... Абсолютно никаких. Все хорошо сделали, да, молодцы? Все отлично сделано. Просто никаких нет. Нареканий нет, все хорошо. Никаких нареканий. Абсолютно. То есть все прекрасно, все шикарно, все работает, все в форме. Как шумоизоляция в квартире? Слушатели и соседи? Не особо. Я бы не могла сказать, что большая... В смысле, хорошая шумоизоляция у нас стоит сейчас. По крайней мере, то, что в соответствии с тем, что у нас раньше было, можно было соседей не слышать, когда они разговаривают. Ого. Люди, да, стоят сейчас? Да. Раньше автобусы ходили каждое полчаса, сейчас делали каждые 15 минут. Каждые 15 минут он прямо куда? До метро, до девятки? До метро, до девятки наедет. Сколько стоит проезд и по времени ехать на автобусе? 35 рублей проезд. 35 рублей. Здесь можно также дойти до бугров, до остановки в буграх и добраться до любой точки, до другого метро. То есть это тоже без каких-либо проблем, без всяких задержек, без всего. А ходьбы здесь максимум 10 минут. Мне тоже понравилось, что все получается, что все доступно, достаточно интересное место. Хотя здесь когда-то, кто-то раньше здесь картошку собирал. Да, но это я не знаю. Я в ручах собирал, нас отправляли туда. А, понятно. В буграх не было, а вот в ручах собирали. А, ну вот видите. Я когда учился в училище, нас всех туда отправляли, наверное, по спецзаданию, там целый день калашметили. Понятно. Все собирали. А здесь тоже, видно, кто-то собирал. То, что, например, озеленение, вот я вижу, застройщику деревья сажают, вот хватает этих летом деревьев или все-таки хотелось бы побольше? Они вырастут. Ну, понятно, да, что вырастут. Они посадили маленькими совсем. То есть, ну, конечно, нужно время, чтобы все это выросло и все это красиво благоухало и цвело. Ну, это всегда занимает время. Как вам детские площадки? Как их оцените? Идеальные. Моя дочь обожает там проводить время с друзьями. И здесь есть три площадки. Одна возле школы. И они, причем, все разнообразные. Все разнообразные, абсолютно, да. То есть по возрасту. То есть, например, детская площадка в 27-м доме, она больше для маленьких детей. Наша площадка, она больше постарше детей. И возле школы, ну, для школьников, соответственно. То есть везде можно найти какое-то интересное занятие, чем-то занятие. И вот как раз вы про школу сказали, там же вот эта большая такая аллея пешеходная. Да. Даже сейчас из-под снега видно, что там ландшафтный дизайн, достаточно интересный. Очень интересный дизайн. И фонтан. А у нас еще есть подсветка? Да. Фонтан, работай. Да, фонтан, работай. Слушайте, летом это вообще красота. Да. И они все с подсветкой в вечернее время. Они включают подсветку. Прогуляться вечером с семьей, я думаю, что это самое интересное. Если вот, например, захотите куда-то сходить там поужинать, там, с семьей, либо с супругом, там время провести. Вот куда здесь можно сходить? Здесь у нас есть шаверма, киабаб шаверма. Она находится тоже в нашем доме за углом. И с другой стороны открыли. Ну, там, конечно, посидеть невозможно, но можно заказать пиццу, суши и так далее. Да, он домой привезут. Или там внизу забрал. Можно прийти и забрать просто. Как даже проще. Да. Вкусная пицца? Очень. Я бы рекомендовала. То есть рекомендуете туда сходить? Потому что я сейчас сразу есть захотелось. Ну, все, у меня вопросов больше нет. Огромного вам спасибо, что уделили свое время. Нет, да. Спасибо. Поднимаемся на последний, 12-й, соответственно, этаж. Здесь уже обшивка давно снята. Все в целости и сохранности. Смотрится симпатично, просторно. На полу вот такой перфорированный лист. Зеркало. Можно сделать селфи. Выходим. Видим, что 12-й этаж. Хотелось бы, конечно, видеть нумерацию квартир, чтобы было понятно, куда налево-направо идти. Давайте посмотрим. Посчитаем количество квартир на площадке. Так, вот, кстати, вот это место можно приобрести. Раз, два, три, четыре, друзья, пять квартир. Так, здесь у нас опломбировано, пломбировано. Непонятно, конечно, есть ли там пожарные рукава. Двухтарифные также счетчики. Нумерация квартир. Напечатано на принтере, приклеена бумажка. Конечно, колхозно могли бы нормально сделать, вот как здесь, номера квартир. Кстати, обратите внимание, что двери-то всех застройщиков. И никто двери не поменял. А вот здесь у нас счетчики на тепло. Вот видите, здесь видно из-за того, что тепло, то ли конденсат здесь был. Ну, в общем, сделали вот такую вентиляцию. Давайте с вами выйдем на переходной балкон. Здесь, конечно, очень просторно и большое количество света. Потому что, смотрите, какие большие окна. И в двери есть тоже здоровье на окно. О, какой сегодня туманище. Из-за того, что та вчера... О, вот, смотрите. Маршрутка приехала до станции метро Девяткино. Ехать минут 10 всего. И забрала всех пассажиров. Да, а парковка-то, смотрите, практически все места заняты. Хотя сейчас 13.31. Так, идемте на лестничный марш и посмотрим, что у нас здесь. Ну, и как в соседнем корпусе, все то же самое. Лестничный марш, соответственно, привезем с завода. Приварили, вылили этот сами. Потому что наверху у нас выход на кровью. Дверь должна быть закрыта. Сейчас мы это с вами, друзья, проберем. Да, здесь, конечно, вид такой подуставший. Пена видна, штукатурки кусок отвалился. Вот здесь какое-то темное пятно. Здесь следы от влаги, от бетона. Вот как все пристало, так все, в принципе, и оставили. Трещина была, вот видно, ее замазали, но она вот снова проступила. Ну, вот здесь тоже, кстати, смотрите, вот видите, есть табло. Показывает, что на первом этаже у нас и два лифта, пассажирские грузы, пассажирские. Ну, вот здесь система управления лифтами, периодически она подщелкает. Подщелкивает, и это нормальная, обычная работа. А вентилятор, кстати, работает, но так очень сильно гудит. И вот слышно, что он где-то гудит сверху. Давайте я его лучше выключу. Ой, сразу стало тихо. Слушайте, ну да, такой недорогой, нормальный лифт, практичный. Алекс. В общем, выходишь из лифта, и здесь сразу зеркало, знаете, себя краем глаза так и видишь. Блин, это страшно, что ты думаешь, кто-то идет. Но на самом деле нет. Так, ну что, здесь у нас та же информация, управляющая компанией от застройщика. Ну, соответственно, тарифы те же. Ну, все открыто, все уже видно. Кстати, вот здесь вопрос в том, что для интернета, здесь всего лишь вот он, один провайдер, и, соответственно, никого не пускают, об этом жалуются жильцы. 100 мегабит 550 рублей. И, ну, это, с одной стороны, недорого, но, например, в Санкт-Петербурге, это... А за эти деньги ты получишь там те же 1000 мегабит. Кстати, забыл вам сразу сказать, вот обратите внимание, что все дома везде в уровень с землей вход в подъезды. Это реально очень круто, друзья. Потому что не нужно там тащить коляску с ребенком на какие-то трехэтажные пандусы. Вот тут все сделано для жизни. Вот это молодцы. Кстати, друзья, смотрите, есть и аптека. Это огромный плюс, когда в новостройках она уже есть. Не нужно куда-то далеко ехать за необходимым набором лекарств. Смотрите, убрали, конспектируют, делают фото для руководства. Нет, друзья, это не камень. Вот так круто закрыты люки. А это семечки для птичек. Детский сад, новостройки, школа, прогулочная аллея. Очень круто. Шум, откада, красота, лента рядом. Комплекс совсем недавно сдали. Пожарный ящик. Рукавов нет. Рукава, вернее, нет. Здесь рукава тоже нет. Он должен быть, друзья. Но зато всего лишь пять квартир с широченными дверьми и высотой потолка чуть более двух метров семидесяти сантиметров. Ну что, проверим. Для подтверждения повторно нажмите кнопку вызова. Жмём. Вызов принят. Ждите ответа. Ждём. Как-то это здесь работает долго очень. О! Да, здравствуйте! Как меня слышно? Проверка связи. И всё на этом. Что, вы повторите? Здравствуйте, говорю. Как меня слышно? Проверка связи. Слышно хорошо. Всё, спасибо. Всё хорошо. Отбой работает. Но, друзья, очень долго. Шестой этаж. Переходной балкон. Видите, здесь как... Вот здесь тоже арматуру. Кусок трубы поставили. Ну, блин, смотрится, друзья, это всё. Ну, так себе. Ограждение тоже обычный чёрный металл, окрашенный специальной краской, чтобы это не ржавело. Ну, вот видим уже места, где ржавчина пошла. Это дом только сдали. Здесь просто стяжка. И на ней больше ничего нет. Могли бы это более как-то аккуратно сделать. Да, видите, причём такая достаточно толстая стяжка. Здесь, наверное, 4-5 сантиметра. Но посмотрите, обратите своё внимание, как классно смотрится с высоты вот эта аллея. Когда, конечно, будут деревья на порядок больше, подрастут в высоту, я имею в виду, кроны деревьев будут закрывать. И смотреться будет, конечно, всё лучше. Вот здесь здорово, что, видите, как дети играют, их большое количество. Вот там на горке они идут со школы, с детского сада, все лазают, отдыхают. Это, конечно, очень здорово. Конечно, здорово ещё, что у тебя в комплексе и детский сад, который скоро достроят и сдадут. Соответственно, уже рабочая школа, куда ходят дети. Вот их большое количество. Есть автобус, который возит детей из удалённых областей. Ну, соответственно, здесь идёт стройка. Строится дальше и дальше и дальше. Будет 17 больших таких домов. Но зато максимальная высота – 12 этажей. Вот, теперь дверь будет открываться лучше. А, друзья, лифт на 6 персон. Ну, тут 3 человека максимум. Вот я вытянул руку и практически моя рука достаёт до раздвижных дверей этого лифта. 2 комфортно, 3 тесно, а 6 очень тесно. Пошли на выход. Ну, здесь тоже небольшой лифтовой холл. Ну, классно то, что есть окно. Его можно открыть. Ха-ха, и вылезти, даже спрыгнуть вниз. Вот видим, как дети идут со школы домой. Красотень. Выходим. Слушайте, такая интересная плитка. Но пожарных рукавов не видно. Ни здесь, ни здесь никто ответственный за пожарную безопасность. Двери ещё закрыты, чтобы их никто не поцарапал. Прозрачные ящики, грязные. Куча спама, платёжки. Площадь 31,8 квадратных метров. Проживает один человек. Начислено 3562 рубля. Так, это у нас вот сюда. Соответственно, получается, что... Я должен где-то был видеть охрану. Ко мне никто не подошёл. Обычный керамогранит. Смотрится достаточно эффектно. Жилой комплекс Энфилд. Жилой квартал они допишут. 17 домов. Это прилично. Смотрите. Безбарьерная среда. То есть здесь по небольшому пандусу мы закатываем сюда коляску с ребёнком. А здесь нам придётся преодолеть ряд ступеней. Ну вот здесь, конечно, здорово сделать застройщик. Очень удобно. Но хотя бы спасибо. Ширина марша, наверное, около двух метров. То есть два человека хоть спокойно разойдутся. Но если вы, соответственно, поднимаете коляску, кто-то вас должен пропустить. Ну и вот эти подъёмники... По мне, это ужас этого подъезда. Ладно, пошли. Даже, скажем, это необходимость. Потому что сделали какую-то фигню. А вот, друзья, и на первом этаже квартира с террасами. Небольшая площадь. Такие полупрозрачные ограждающие конструкции. Ну, я считаю, это классно. Проект жилого комплекса Энфлет насчитывает 17 домов с переменной этажностью от 6 до, соответственно, 12. Из особенностей проекта есть эксплуатируемая кровля, где можно выходить, загорать и отдыхать. И есть, вот как мы за моей спиной видим, квартиры с террасами. Однокомнатная квартира в этом жилом комплексе со сдачей 2023 год стартует от 4,5 миллионов рублей. И это за почти 33 квадратных метра. А теперь, друзья, давайте подытожим. Сам комплекс достаточно интересный. Он технологичный. У него высокий класс энергоэффективности. Применены различные фасадные решения для сбережения средств жильцов. Отмечу, что с бесплатной парковкой здесь проблематично. Но самое главное, я сейчас вам расскажу то, что вам никто не расскажет. Если взять квартирограмму всего этого комплекса, то преобладающее большинство – это однокомнатные квартиры и студии. Соответственно, мы с вами понимаем, что чем больше однокомнатных квартир и студий, тем больше тех, кто живет, тех, кто здесь арендует и жилье, и тех, кто, соответственно, хочет перепродать. Кстати, если рассмотреть варианты покупки квартиры не от застройщика, то квартиру можно купить на порядок дешевле. Разница доходит до 500 тысяч рублей за одну и ту же площадь. К примеру, можно за 4 500 купить и ждать 2023 год, а можно за 4 500 купить уже в сданном доме. И это, друзья, очень-очень здорово, потому что люди изначально вкладывали деньги, но не понимали то, что большое количество студий и однокомнатных квартир, соответственно, у них огромная конкуренция. Поэтому, если вы хотите вложить деньги, чтобы заработать, нужно грамотно к этому подходить и правильно выбрать именно тот комплекс, которым вы будете уверены, что заработаете. Вам для справки, трехкомнатная квартира сейчас стоит до 9 миллионов 800 тысяч рублей, а год назад ее можно было купить за 7,5 миллионов рублей. Вот и считайте, друзья, насколько даже здесь в Буграх повысилась цена за квадратный метр. И, к сожалению, этот объект не подходит под ипотеку, сельхоз-ипотеку в 3% годовых. Здесь стандартная ставка по госпрограмме 20-20, 6,5% и ниже все в зависимости. От банка. Смотрите, какое волшебство. Раз, и снег белый. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поделитесь ссылкой на этот ролик. Если вам нужна помощь в покупке либо продаже вашей квартиры, обязательно обращайтесь. Я именно тот специалист, который решит ваш вопрос. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и подпишитесь на мой инстаграм. Я был рад вас всех очень видеть. И не прощаюсь с вами, а говорю до скорой встречи. Вот это все квартиры с террасами. А здесь, видите, люди специально подняли уровень выше для того, чтобы проходящие жители и нежители этого жилого комплекса не заглядывали вам вовнутрь. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...